Смотрите, сколько малька. Караси, да? Карпик хорошенький, иди сюда. Иди сюда. Вот такая вот аппетитнейшая насадка на флете у нас с вами получается. Хороший столовик. Хотя я увидел, рыба плескалась только что, как карп небольшой здесь, возле камыша. Ух ты, какой красавчик, друзья. Только посмотрите, а. Ёки-палки. Вот это поперло. Друзья, всем большой привет. На часах пол-пятого утра я выехал на карповую рыбалку. Я нахожусь на замечательном водоеме БРХ. В нашей области этот водоем знают практически все рыбаки. Все на нем когда-либо рыбачили. И сейчас я буду замешивать прикормку, кормить все точки, выбирать место для того, чтобы поймать рыбу. Начиная сейчас, конечно же, с пацаки. Она нам сегодня нужна будет, вот, сто процентов. Потому что здесь очень много рыбы. Карп, амур, толстолоб, в общем, все есть. Не знаю, сейчас, в принципе, сезон нереста карпа. Как у нас получится что-то поймать или нет, это мы, конечно же, посмотрим. Но мы будем очень сильно стараться. Главное, что вам хочу сказать. На любом водоеме, где бы вы не рыбачили, коммерческий, дикий, всегда нужно подбирать ключ. То есть, всегда нужно подбирать приманку, правильную насадку, прикормку. Потому что рыбка капризничает везде. Не знаю, что вы приехали, забросили, все у вас есть. У меня разложены уже мои флеты. То есть, сегодня я рыбачу на флетфидер. Я вот сторонник флетфидера, вообще фидерной ловли, быстрый такой. У меня это блэкпулы, мои катушечки, также блэкпул 1, 6000. И кормить буду сегодня с помбом. То есть, сегодня будет пелец, помб, прикормка. Найти надо места. Три удилища, три разных прикормки, три разных насадки. Из всего надо подобрать что-то рабочее. Потому что то, что работало в том году, в этом сезоне может не работать. Мы все с вами это знаем. Мои основные катушки это Carpro 7000 Blackpool. Сигнализаторы у меня из бюджетных. Carpro Detect 4 плюс 1. В данном случае я использую три сигнализатора. Один у меня всегда остается в запасе. Перед датчиком я пока что не пользуюсь, потому что я сижу очень близко. Он мне в данном случае не нужен. Вот удилища, вот мой стул. Я все время на чеку, так сказать. Друзья, кормить я сегодня буду пелецом. Это будет крупный пелец, это будет Robin Red. Также я буду использовать форелевый пелец. Возможно, еще попробую на кукурузу. То есть, это мы все с вами хорошо ликвидом подсластим и отправим все в бой туда. Кормить, как я сказала, будем с помбом на дистанции, но не буду врать, водоем я знаю, на дистанции метров 30. Дальше здесь бросать не надо. Здесь как раз стоит небольшая русловая канавка. Она тут присутствует. Ну, а во флэты мы будем с вами набивать обычную сыпуху. И также будем пробовать сегодня пелец. Пелец 1,5-2 мм именно, который набивается в сам флэт. Это будет также запах крылья. Это будет у нас тигровый орех. И вот думаю, это должно, в принципе, сработать сегодня, потому что вода еще не совсем прогрелась, не совсем прогрелась, и рыбка на эти ароматы должна прийти. А на закормленной точке можно использовать обычную сыпучую прикормку уже. Сейчас мы слегка черпнем воды и замешаем первым делом пелец. И его отдельно замешаю вот такой маленькой коробочке. Вот. Начну, пожалуй, с тигрового ореха. Немножко его, как я сказал, буду пробовать разные ароматы в таких коробочках понемножку высыпать. Пелец потихоньку набухает и превращается в такую массу, которая нам нужна для флэта. Также среди насадок у меня есть вот такие новые попапчики. Груша. Надо их попробовать. Тоже тигровый орех. Попап. Насадок сегодня будет много разных, но одно из основной – это будет также червь навозной. Обыкновенный навозный червь. Ребятки, хороший червь. Всегда на него рыба здесь клюет. Возможно, некоторые скажут хихоньки-хахоньки навозный червь, но я вам скажу, что в начале лета эта насадка работает у меня лучше всего. А есть водоемы, где клюют исключительно на насадки животного происхождения. Кладем червя вот так вот в нашу форму сверху. Прикормки. И забиваем это все дело. Вот такая вот аппетитнейшая насадка на флэте у нас с вами получается. Ну что, как вы можете видеть, красота. На водоеме у вас ход. То, что нужно. Я делаю первый заброс. Давай. Робин Ред пошел. Упаковочка. Отлично. И немножко форелевого туда же. Уделище, которым кормлю, это также Blackpool, только он как бы для спомба. И он длиной 4,20. Если те по 3,90, то это длиной 4,20. Вот так, значит, выглядят эти мини-бойлы. Вот я на крючок уже поставил парочку. Вот они. Так. Точно так же берем кормушку, их вовнутрь. Кладем пелица. Набиваем. И пелицам уже их притрамбовываем. И насадка номер 2, так же у нас улетает подальше. И точно так же третья насадка, третий флет у нас уходит подальше. Хотя я увидел, рыба плескалась только что, как карп небольшой здесь, возле камыша. Посмотрим, возможно, дальше мы забросим что-то ближе. Ох, притормозил. Примерно в одну зону все. Чтобы можно было подкормить. Кладем сюда и подматываем. Вот такая красотинь, ребят. Как же красиво утром, а. Ребят, мне очень нравится вот этот мой мини-родпод. Как я его называю. Он небольшой. Он помещается в багажник, занимает мало совершенно места. Быстро собрал и все. Стоит устойчиво. Если, конечно, кто-то занимается профессионально, карповая ловля, ему это под дно к душе, тот может, конечно, использовать родподы большие, хорошие. Мне для флета на три удилища этого родпода вот так вот. Просто с головой. И хочу вам всем напомнить, что ссылка на все снасти будет в описании под этим роликом. Все, что я использую в этом видео, вы можете перейти и посмотреть. Я сначала забросил удилище по точкам, а теперь буду кормить. Здесь глубина и расстояние позволяет сначала забрасывать, а затем кормить спомбом, не запутываясь при этом за основные удилища. Спомб не тонет, мы знаем, падает об воду, раскрывается сразу же. И таким образом он высыпает всю нашу прикормку сверху. И она плавно опускается на дно. Хочу сказать, вкусняха капитальная. Капитальнейшая получается. Все вот говорят, ликвид-ликвид. Вот чем его фишка. Я лью. И смотрите, какое облако получается. После него, смотрите, он весь растворяется. Получается облако пыли. Вот оно. И оно пылит. Здорово. Под водой привлекает рыбу. Видите? Вот такое облако. Класс. Так, что-то было движение какое-то. Ребят, флет не карп, но все равно надо одевать напальчник, потому что спомб, он тяжелый, и можно с легкостью шнуром разрезать руку. С легкостью можно разрезать. Поэтому вот таким образом работаем. Забиваем его прикормочкой и отправляем. Как можете видеть, объем небольшой у данного спомба, поэтому придется хорошо пометать, чтобы весь этот объем перекидать. Короче, тоже процедура из непростых. Пока ты там забросил, у тебя все там курит твой червяк, ты занимаешься метанием. Поклевси, оп, и все. Ребят, пока я на этом пруду выжидаю поклевку, с обратной стороны плавает очень много красивых белых лебедей. Вон они, красавчики. Их плохо видно из-за камыша, но их там очень много, ребят. Когда я приехал рано утром, здесь уже был человек, он с ночи. Но, как мы можем видеть, по происходящему поплевок пока нет. Ребятки, короче, мелочи полно. Я опускаю под саку, беру немножко тигрового ореха и бросаю вот так сверху. Смотрите, сколько она ходит. Налетает мелюзги просто капец. Сейчас мы попробуем поймать. А ну, кто тут у нас? Сейчас мы посмотрим. Так, из мелюзги у нас самый крупный. Кто это? Карась даже есть. Карась. Амурчики маленькие, вот они. Короче, за рыбком новая. Ребятки. Вот она. Есть. Есть. Кто-то есть. Первый пошел. Сейчас посмотрим, кто. Идет, идет, идет. Неплохо кто-то идет. Ух ты. Вот он всплеск. Фрикциончик. Ух ты, пошел, пошел. Фрикциончик. Карпик. Тихо. Карпик. Карпик хорошенький. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Есть. Первый пришел. Иди сюда. Есть. Первый пришел. Работать надо. Просто кормить лучше. И все у вас будет. Вот так вот. Есть. Есть. Первый. Короче, ребята, этот карпунчик не крупный. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Иди сюда. Вот такой вот карпунчик. Взял у нас на мини-бойл. Вот он. Малыш. Карпик не крупный. О, первый есть. Хорошая, внятная поклевка. Молодец. Значит, все нормально. Сейчас мы с вами отпустим. Вот такой вот красавунь. Давай. Плыви. Ребята, смотрите, что происходит. Я беру маленькую швеньку с ведра. Чуть-чуть. Смотрите. Сколько малька. Караси, да? И караси, и амурчики, и карпята все подряд. Вот он. Вот как работает прикормка. Друзья, в моих руках изолента. Как думаете, что я делаю? Правильно? Наверное, когда доставал этого карпика, все вы слышали характерный хруст. Я наступил на свой любимый подсак. Надо же так. Наступить по своей ошибке, да? Потому что неправильно расположил его. Думаю, пусть лежит с краешку. А сам на него встал. Подсак просто идеальнейший, ребят. Трехсекционный. 3,3 метра. S-Power. Вот такой вот. А так вот такая вот красота была. Вот он, друзья. Красавчик был. Супер. Он мне так нравился. Отличный. Отличный. Я на нем леща брал. То есть он... Вот тут две секции у меня. Вот две. Длина какая. И когда я цепляю третью секцию, он получается вообще огромный. И можно за камыша доставать. Прямо с поплавка. Лещала, видите, где угодно. С дамбой. Карасяк. Карпа всех ловил. Но, как видите, сейчас я его испортил. Поэтому верхнюю секцию придется мне купить. Отдельно. А сам по себе подсачек был. Просто песня. Ну что, сам виноват? Ёки-палки. Вот кто поперло. Вот кто-то поперло. Кто ж там такой, а? Попер, как попер. Чтоб же ничего не запутал этот. Попер-бобер. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты, кто ж там. Ух ты, ёки-палки. Толстолубик. Тихо. 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 Вот так вот. Хорош. Хорош. Вот такой. Хорош толстолобик взял. Короче, ребят, как потеплело, каким-то боком клюнул даже толстолоб. Не знаю, лобач. Что с ним такое. Вроде сейчас вот, ну, смотрю, начинает гулять. У меня с Настей нету, конечно, на толстолобе сегодня. Но он клюнул и со дна. Бывает такое, ну, в редких случаях, когда толстолоб клюет со дна. Видать, не фартануло. Вот такой нормальный лобачик вы видели. Ух ты, какой красавчик, друзья. Вы только посмотрите, а. Кто это такой? Сидит на камышине. Бакланушка. Какой-то баклан. Крючки у меня сегодня небольшие, друзья. Вот такой вот крючок я поставил. Как раз и черви налазят. И опарыши, и все мои насадки. Ребята, вот кто бы что ни говорил. Апелец просто отлично формируется во флете. Отлично формируется, отлично забивается, выбивается. На выходе получается у нас крутая. На выходе получается у нас крутая вот такая штука. Вот вы видите, и водички она все растворяется и поштучно отпадает. Короче, ребят, снова какая-то поклёвка. Какой-то провис был. Вот горит сигнализатор. Вот был провис. Был провис. Есть. Ого. Ух ты. Неужели снова? О, нормальный. Сейчас посмотрим, что там у нас. Так. Еще один. Еще один толстолоб. Тихо, тихо. Тихо. Ай. Пацака. Пацака. Совсем уже. Дышит. Ох ты. Вот он. Вот он. И вместе с ним, смотри, толстолобая какая-то рыбка. Вот. Мелкая. Вот такая. Ребятки, второй лобань. Не пойму, как они берут на флайт, короче. Как они берут на флайт. Но сам факт, что... Тихо. Сам факт, что толстолоб вот взял на флайт уже второй сегодня. Вот. Это даже чуть побольше. Толстолобик на флайт нормально. Не думаю я. Короче, друзья, сейчас какой расклад. Раз начали проклювать толстолобы, фиг знает почему. Со дна. Да? На флайт. Видите, сподовое удилище я забросил на снасть, которая для толстолобы. На поплавок, плантон. У меня ее, конечно, не было. Я сходил к соседям и выпросил. Говорю, ребят, дайте, пожалуйста, снасть на толстолобы. Если есть лишнее. И пару технопланктонов. Меня наградили. И закинул теперь параллельно ловлю. Там, значит, на флэты. Здесь ловлю на обычный планктон. Вон там удалимый поплавочек большой забросил. Я посмотрим, будет ли тут что-то. Потому что сегодня, видите, очень жарко. Прям очень жарко. Еще и передавали дождь. Ночью сегодня и завтра целый день. И вот это решил выбраться. Может, на среде погоды, как всегда, и карп с карасем не клюет. Есть еще такое мнение, знаете, по прудам. Ну, вот в общем, да. Что он, этот пруд небольшой, да, относительно. А там дальше есть водохранилище большое. Огромное просто. И вот, метеозависимость прудов, рыбы к погодным условиям. Что большой пруд менее метеозависим. Он менее, рыба привередлива ко всем этим переменам погоды, нежели маленький пруд. На маленьком пруду более ощущаются все вот эти перемены. К дождю, там давление. Рыба хуже, ну, рыба чувствительнее реагирует, чем на большом. На большом тут не клюет. Перешли где-то ямку, нашли влево, вправо русло. Да, все нормально. Вот водохранилище. А на маленьких прудах, хотя глубина практически одинаковая, любой перепад давления, любая смена погоды очень сильно сказываются. Возможно, сегодня я попал на такой день. Ну, жара. Жара, конечно, да, невыносимая. А толстолоб прет. Как всегда, по жаре клюет. Ребят, только что попробовал толстолоб. Наш планктон. То есть, была протяжка хорошая или зацепился. Но он там кружит. Он там кружит стопудово. Он пришел и кружит. Видно волны, хребты толстолоба. И поплавок проплыл, паром не провестал. Короче, опять он, видите, подходит, подходит. Давай, танцы с губнами. Давай, давай. Ребятки, сижу такой, наблюдаю за поплавком толстолоба. Что-то они поклевали и подзатихли. Отошли, видно, дальше куда-то. И тут на тебе. Между камышей вижу, висит, вон она, чья-то блесна. То есть, кто-то бросал, бросал и зацепился, оборвался. Друзья, ну что, вот такая, откровенно говоря, слабенькая рыбалка сегодня получилась. Ожидал я лучшего, конечно, но что есть, то есть. С потерями, но с некоторым приобретением. Это толстолоб. Я все-таки поймал толстолобу, у меня села GoPro, я начал писать. Но толком ничего не получилось, поймал толстолобу на эту снасть. Вот так вот, красавочка. Если хотите, я как-нибудь выйду чисто на толстолоба со снастями, с технопланктоном, если вам будет это интересно. Вот так. Сейчас поехал домой, ребят, жара невыносимая. За плитак я закоется, как говорят, да? В общем, все, всем удачи, всем пока.